Здравствуйте еще раз. Большое спасибо. Немножко слов обо мне. Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь проектированием сайтов и созданием сайтов под ключ на платформе Tilda. Сегодня мы с вами поговорим о сайтах мероприятий. Почему это важно? Сайт – это лицо вашей компании, а сайт – это ваша визитная карточка. Соответственно, сайт является одной из завершающих стадий ваших продаж. Поэтому сайт должен выглядеть солидно, он должен выглядеть качественно и по-хорошему разработан специалистами. Сегодня мы с вами пройдемся по особенностям сайтов мероприятий, рассмотрим, какие функции они выполняют. Я на примерах существующих сайтов взяла скриншоты и расскажу вам об ошибках и покажу хорошие решения, которые вы можете взять для себя на своих проектах. Далее мы пройдемся по специфическим блокам, как вы можете дополнять свои сайты в зависимости от тематики вашего мероприятия. Также немножко затронем юридическую сторону. Я расскажу, какие документы обязательно должны быть на сайте. Мы подумаем, как выделиться, потому что по структуре сайты в принципе похожи, но чем-то нам нужно отличаться. Посмотрим, на что обратить внимание в плане дизайна и также в технической части. И в конце я поделюсь с вами чек-листом, где будут перечислены все эти пункты с подпунктами. И надеюсь, что он поможет вам в дальнейшем более продуктивно, скажем, взаимодействовать с дизайнерами и маркетологами ваших проектов. Итак, поехали. А сайт, повторюсь, это карточка вашего мероприятия. Это ваше лицо. Сайт выполняет четыре основные функции именно сайта мероприятия. Первое – это, естественно, канал воронки и инструмент продаж. Если раньше мы могли использовать какую-то, скажем, несложную воронку, сделать лендинг, привезти туда пользователей, и пользователи совершали покупку, сейчас, к сожалению, так уже не работает. Наши воронки усложняются, пользователи становятся привезти все сложнее и дороже. Именно поэтому ваша посадочная страница должна выглядеть хорошо. Следующая функция – это информационный ресурс. Здесь нужно иметь в виду тот факт, что у вас существует несколько целевых аудиторий, которые приходят на ваш сайт. Об этом мы поговорим дальше. И все эти целевые аудитории, все пользователи хотят получить какую-то информацию. Участники хотят понять, зачем им вообще приходить на ваше мероприятие. Спикеры или экспоненты хотят понять, стоит ли им вообще принимать участие в вашем мероприятии. Ваши партнеры должны удостовериться в том, что вам можно доверять. Третья функция – это имидж. Как я уже сказала, придя на сайт, человек, не обладающий какими-то специфическими знаниями, понимает, остаться ли мы там, не остаться. Он видит, как этим сайтом управляют, обновляют ли его, занимаются ли им, как он выглядит, даже просто визуально. Все это составляет некое единое мнение о вашем мероприятии. Ну и, естественно, с помощью сайта мы привлекаем партнеров, работаем со спонсорами. Вы можете направлять, скажем, ваших спонсоров на сайт, где они подчеркнут больше информации о вашей компании. Итак, теперь немножко об особенностях сайтов мероприятия. Они отличаются от других сайтов. Я сайты мероприятия отношу все-таки к корпоративным сайтам. Они больше похожи по структуре и по функциям. Часто, когда говорят о сайтах мероприятия, имеют в виду лендинги. Я с этим не совсем согласна, потому что тип сайта мы выбираем, исходя от типа самого мероприятия. Где-то это действительно лендинг, а где-то это большие многостраничные сайты уже в зависимости от самого типа мероприятия. Далее, вторая особенность, о которой я уже говорила, это две основные целевые аудитории. Это непосредственно посетители вашего мероприятия и участники, спикеры, экспоненты, те, кто, собственно, это мероприятие формирует ядро. Все они должны получить информацию легко, просто и быстро ее найти. Следующей особенностью является то, что часто у сайтов мероприятий нет времени на SEO. Что это значит? Это значит, что, как правило, прогрев аудитории начинается за несколько месяцев. Естественно, за этот короткий срок сайты просто не могут подвинуться в поисковиках и выйти в топ. Это нормально, но здесь я советую вам смотреть будущее. Даже если у вас какое-то молодое мероприятие, либо вы проводите его даже в первый раз, но вы понимаете, что хотели бы в будущем сделать его, скажем, ежегодным, либо же у вас в рамках вашего мероприятия будут какие-то еще активности. Изначально работайте с дизайнерами так, чтобы они разрабатывали структуру, близкую к SEO-шным сайтам. Это, в принципе, не очень сложно. То есть буквально пройтись по Яндексу, посмотреть основные запросы, вот эта вся история, в этом могут помочь и маркетологи. Чтобы изначально ваш сайт уже был спроектирован с возможностью дальнейшего SEO-продвижения. Следующей особенностью сайтов является структурированная полная информация с хорошей навигацией. Как правило, сайты любого мероприятия содержат действительно много текстовой информации. И наша задача – облегчить поиск этой информации для каждого посетителя нашего сайта. Ну и, конечно же, мы помним, что главной нашей целью является пиар, продвижение сайта и привлечение аудитории. Поэтому мы не забываем о маркетинговой составляющей, о всех элементах, которые помогут нам убедить пользователя совершить покупку или зарегистрироваться на ваше мероприятие. Итак, перейдем к типам. Смотрите, типы сайта любого. Зависят от нашей главной цели. Ну и в нашем случае будут зависеть от типа самого мероприятия. Многостраничные сайты подходят к каким-то крупным историям. Это могут быть либо повторяющиеся конференции, либо конференции международного формата, либо это большие выставки, фестивали, форумы. То есть то, где нам много-много информации, нам нужно ее очень хорошо структурировать, разделить по разделу и сделать многостраничный сайт. Второй тип сайтов – это лендинги, либо какие-то небольшие многостраничные сайты, там с трех-пяти страниц, скажем. Такие типы сайтов подходят либо начинающим мероприятиям, которые, скажем, первый, второй, третий год работают, либо же это какие-то внутренние мероприятия компании, либо там бизнес-тренгинги, мастер-классы, ну, смотрим, то есть в зависимости от количества, которые вы хотите там разместить. Ну, и самые небольшие сайты, лендинги, одностраничники, они подходят для каких-то небольших деловых мероприятий, лекций, семинаров, мастер-классов, ну, либо если вы только-только решили привести какое-то свое небольшое мероприятие, там, с, скажем, с возможностью того, что в будущем, да, оно будет повторяться, начинайте тоже с лендинга, вполне себе нормальная история. Итак, перейдем теперь к обязательным разделам. Значит, здесь оговорюсь, то, что я буду показывать те разделы, которые я считаю обязательными для размещения на всех сайтах мероприятий. Но эти разделы необязательно будут идти в том порядке, в котором я показываю. То есть нам нужно следовать логике нашего повествования. Какие-то разделы вы, естественно, можете убирать, какие-то, наоборот, добавлять в зависимости от специфики вашего мероприятия. Значит, самое главное – это обложка. Человек, попадая на ваш сайт, принимает буквально за несколько секунд решение о том, остаться ему на этом сайте или же уйти. Это все происходит на психологическом уровне, да, даже не обладая какими-то специфическими знаниями, попадая там на сайт, мы видим аккуратно, он неаккуратный, красивый, некрасивый, либо нам что-то мешает, отторгает и так далее. Значит, наша обложка должна быть запоминающейся, но простой для восприятия. Смотрите, в любом сайте главное – это текст, смысл. Изображения, видео, иконки, все вот эти графические элементы, они носят второстепенный характер и поддерживают то, что написано текстом. Поэтому, если вы размещаете на обложку какое-то изображение или даже видео, следите за тем, чтобы оно не мешало для считывания текста, не мешало восприятию информации. Итак, наша обложка в первую очередь отвечает на вопросы что, где, когда. Соответственно, там есть определенные элементы, которые обязательно должны быть. Я к ним отношу и меню, хотя технически это отдельный блок на сайте, тем не менее, как простые пользователи, мы воспринимаем это все единым целым. Наше меню должно быть понятным в первую очередь, да, то есть там не должно быть написано каких-то непонятных там слов. Все должно быть четко, там программа, стоимость, участники и так далее. По хорошему, хорошим тоннам будет разместить туда поиск, но это, опять же, не всегда нужно. Если ваш сайт большой, то поиск приветствуется, если нет, то нет. Также хорошо разместить на обложке в меню контактную информацию. Это может быть телефон, либо же это могут быть какие-то соцсети. Далее, на самой обложке, может быть, изображение или видео, как я уже сказала, название мероприятия, формат, дата, город, место проведения. И хорошо, если вы дадите дополнительный контакт, опять же, в виде телефона, в виде соцсетей, либо просто кнопка чата, если вы не сделали это, скажем, в меню. Не забываем про маркетинговые элементы. Это призыв к действию. Это кнопка зарегистрироваться, кнопка стоимости. И мы можем добавить туда вторую кнопку, допустим, в виде ссылки, посмотреть программу. И, естественно, могут быть на обложке любые дополнительные элементы, уже в зависимости от специфики, опять же, вашего мероприятия. Например, часто добавляют таймер обратного отчета до повышения цены, скажем. Но, опять же, размещая их, помните о том, чтобы обложка должна легко считываться. Давайте пройдемся по примеру. Что слева, что справа. Есть все перечисленные мной элементы. И справа на суровом питерском мы видим еще циферки. Циферки – это всегда хорошо. На циферках у нас фокусируется взгляд. Обложка слева. Кажется простой, но за счет работы со шрифтом и ярким акцентным зеленым цветом она выглядит стильно. Справа я советую всем зайти на сайт ProdExpo и посмотреть, как может выглядеть большой, такой прям очень мощный у них сайт. У них очень хорошая структура. У них хорошо расписаны программы, участники. Просто для интереса зайдите, посмотрите. И можете его брать себе в референсы для дальнейшей работы. Также есть все элементы. И здесь слева вроде бы обложка простая, тем не менее, все, что нам нужно, имеется. Ну и справа солдат наш. Тоже мне нравится, что здесь даны две кнопочки. Одна главная и вторая в виде ссылки. Даны соцсети и даны циферки. Эти обложки тоже хороши. Единственное, что справа, видите, уже текст читается хуже. Я думаю, ну это даже визуально понятно. Соответственно, можно было просто еще затемнить изображение. Теперь перейдем к примерам, где есть ошибки. Ну, казалось бы, слева есть все. Но наш взгляд в первую очередь обращается к центру экрана. А здесь мы видим пустоту. Соответственно, можно было просто сделать побольше заголовок. Уже было бы хорошо. И кнопку я советую поднимать повыше, потому что у всех экраны разные. Иногда эта кнопка просто не видна. В варианте справа кнопки нет вообще. А наша задача, как мы помним, продвинуть наше мероприятие, продать. Слева у нас нет ничего, кроме заголовка и даты. Это очень такой нехороший пример в плане, скажем, сайтов. Здесь нужно было, конечно, и меню, и все остальные элементы. Тем более это маркетинг-форум. Справа мы видим резонанс между тем, что написано, и самим изображением. Как я уже сказала, изображение должно поддерживать наш текст. А если бы мы закрыли текст, мы бы подумали, что речь идет просто о каком-то отеле, скажем так. А здесь, значит, слева не очень удачная реализация вот этих вот графических элементов. Они не должны отвлекать наше внимание. Плюс они в принципе сделаны так, что невозможно прочитать, что там написано. Нету кнопки, и фон выбран тоже не очень удачно. Справа пример. Я вообще не поняла, на самом деле, что это такое. Это был лендинг, несколько блоков. Но попав туда, мы не находим там, во-первых, ни меню, ничего. Но зато у нас есть кнопка, и за дальнейшую информацию отправляйтесь в Телеграм. Вот такие истории плохи чем? Тем, что пользователи заставляют сделать какое-то другое действие. А он не хочет этого делать, он хочет вот прийти и получить все там. Соответственно, облегчаем жизнь нашим пользователям. И здесь две обложки как раз с примером того, что изображения перебивают все, что написано слева. Ну и справа вместо большой обложки сделали просто баннер. Ну а сверху написали название, там, да, всероссийская выставка. Это тоже мешает естественному целостному восприятию. Следующий блок – это блок о мероприятии. Значит, смотрите, этот раздел может состоять из нескольких блоков. Например, о самом мероприятии, кому подходит. Мы должны показать преимущества, написать цифры, там, можем дать историю, как это было. Значит, этот раздел мы можем разделить, да, и пустить эти блоки по структуре сайта. Ну, как бы не друг за другом, а, допустим, сначала рассказать о мероприятии, показать цифры, а дальше, уже ближе к концу, показать, как это было в прошлый раз. Наша задача в этих блоках – раскрыть ценность мероприятия, показать, что пользователь, посетитель получит от того, что он пришел к вам, либо же принял участие в качестве, там, спикера, экспонента. Наша задача – сначала изложить суть события в двух-других предложениях, пояснить затем, для кого это мероприятие, соответственно, зачем в нем участвовать, и показать еще раз какие-то там цифры. Хорошие примеры слева. У нас есть и текстовая информация, и поддерживающие цифры. Справа мне нравится то, что дано видео. Когда человек посмотрит видео, да, он наверняка получит какое-то эмоциональное вдохновение, скажем, захочет тоже стать частью вашего сообщества. И справа еще даны ссылочки текстовые, тоже дополнительное касание пользователей. Слева и справа работа с текстом. Здесь всю информацию структурировали в виде карточек. В примере справа, несмотря на обилие текстовой информации, хорошая работа с акцентами. То есть, в первую очередь, наш взгляд идет в коротконференции, затем мы переходим к зеленому блоку, для кого важно, и потом проходимся по основным темам. А как делать не нужно? Один блок сайта, любой, несет одну смысловую идею. Здесь же у нас слева дано о мероприятии, здесь новости. То есть, как бы идет две идеи в одном блоке. Так делать не нужно, проще разделить, естественно, это на два блока. В примере справа текст дан таким полотном. Так тоже делать не нужно, потому что его просто неудобно читать. Лучше его разделить на два абзаца и сверстать по левому краю. Еще несколько не очень удачных примеров. Смотрите, в примере слева одно предложение в таком вот узеньком блоке. Но зачем? Мы все-таки должны донести ценность нашего мероприятия. Дайте вы еще немножечко описание, сделайте блок полноценным. Можно даже какое-то изображение туда поставить. Так будет понятнее вообще, куда мы попали. А справа пример сверху. Часть скрыта текста. Там было очень много текста. Во-первых, никто не будет нажимать подробнее. Это прям очень маленький процент людей, которые тыкают туда. А во-вторых, мы должны всегда иметь в виду, что текстовый контейнер, который удобно воспринимать нашему глазу, должен быть не больше 700 пикселей на больших экранах. Дальше просто приходится вот так вот мотать головой. Это просто неудобно. Мы не заботимся о наших пользователей. Ну и в примере слева мы просто вообще ничего не видим. Следующий обязательный раздел. Кому подходит или преимущество. Значит, мы в этих разделах пишем тексты так, как бы с позицией «вы». То есть вы получите, а не какие мы классные. Именно отталкиваемся от того, что получит посетитель. Мы указываем аудиторию. Если не показывали цифры, показываем здесь. Какие возможности вы получите от посещения нашего мероприятия. Какой формат. И что будет по итогу посещения или там участия как спикера, скажем так. Хорошие примеры слева. Аккуратная верстка. Преимущества данные в виде таких небольших карточек. Справа как раз пример разделения на две целевые аудитории. Это преимущество для участников и преимущество от посещения. И нажимая там кнопку подробнее, мы провалимся на отдельные страницы, которые были сделаны для участников и для посетителей. Два примера разных карточек. Значит, это карточки горизонтальные, карточки вертикальные. С помощью шрифта цвета мы можем выделять главное. Мне нравится пример слева. Аккуратная верстка. Синеньким опять же подсвечены какие-то главные цифры. А вот эти вот пять карточек с преимуществами, они даны в виде слайдера, который автоматически скроллится по мере продвижения по сайту. То есть в любом случае их не пропустить. Их не так много. Ну и справа тоже хороший пример. Там есть две кнопки. То есть опять же мы не забываем о маркетинговой составляющей. Опять наш темный сайт. Значит, помимо того, что неудачный выбор цвета шрифта, да, еще мешают вот эти вот графические элементы, они должны наоборот поддерживать то, что написано текстом. Но и справа мы опять же ничего не видим. Так делать не стоит. В примере слева акцент у нас происходит на иконках. А иконки должны быть маленькие, они лишь должны подсказывать человеку, что это такое. Поэтому, конечно, акцент делаем на тексте. В примере справа опять смешение, во-первых, двух блоков. Это цифры и преимущества. Лучше это все разделить и как-то аккуратнее сверстать. Значит, смотрите, здесь использовали стоковые фотографии для преимуществ. Ну, так делать не стоит. Почему? Потому что это, ну, чисто даже на каком-то психологическом уровне, когда посетитель видит, что вы использовали стоковые фотографии, ему кажется, как будто, ну, вам все равно на сайт. Да, лишь бы чем-то закрыть. Так делать не надо. Лучше дать развернуть, скажем, в описании, буквально в двух-тых предложениях преимущества. Опять же, широкая верстка на всю ширину экрана. Это неудобно. А пример справа. Это три карточки, которые были сверстаны аж на три экрана. То есть, чтобы не прочесть одну карточку, я дорожена два раза проскроить сайт. Ну, естественно, это неудобно. Следующий раздел – программа «Этапы и темы». Здесь, ну, естественно, мы рассказываем о направлениях, этапах, темах. Как правило, программу представляют в виде таблицы или таймлайна. Если у вас программа… Анастасия, секунду. Нужно поменять микрофон. Микрофон, пожалуйста. Итак, если у вас программа формируется чуть-чуть позже, ближе к самому мероприятию, не проблема, пожалуйста, расскажите о темах, основных потоках. Ну, и дайте то, чтобы люди приняли ту информацию, которая поможет людям принять решение о посещении вашего мероприятия. Если программа объемная, то обязательно делаем ее отдельной страницей и дадем возможность ее скачать. Хорошие примеры таймлайнов. Здесь аккуратная работа с воздухом. Это вот эти вот большие отступы. Все разбито на тагеологические блоки. Программу легко считывать. Справа тоже аккуратная работа, но здесь уже за счет цвета. Плюс там есть кнопочки и там, и там. И там даже разбивка по дням. Хорошие примеры здесь. Слева опять Prodex, вы видите, у них какая сложная программа. У них есть верхнее меню, то есть это по разделам, плюс по дням, и там еще внутреннее меню в самой программе. Если у вас программа небольшая, допустим, там, ну не знаю, по пять докладов в течение дня, вы видите, что визуально это мало. Пожалуйста, программу можете добавить, допустим, тезисы от спикеров или просто разместить информацию от спикеров, рассказать о том, что они будут рассказывать сами. Опять же, программы не было. Мы даем просто треки конференции и рассказываем, что получат там. Здесь примеры. Даны просто ключевые темы, а дальше уже будет, естественно, сама программа. И справа пример того, как тоже можно подать блоки с информацией. У них там было три направления. И по мере отбора спикеров вот в этот слайдер просто дополняли карточки. Как делать не стоит. Ну, слева, вы помните, да, когда только у нас появилась Тильда, там стали делать интернет-магазины. И вот такой вот блок говорил о том, как доставят товар. Это, естественно, не подходит для нас, для наших сайтов, мероприятий. Справа визуально мы не видим каких-то акцентов. Мы воспринимаем все вот таким вот единым блоком. То есть чисто неудобно считывать. Лучше там выделить что-то цветом, что-то заглушить, как вот в примерах выше мы показывали. Здесь, опять же, акцент у нас дан на иконках. А иконки должны, наоборот, поддерживать то, что у нас написано. Следующий раздел – это спикеры-участники. Это, собственно, те, ради которых и приходят на ваши мероприятия. Здесь мы представляем ключевых спикеров, размещаем их в фото, называем их, даем какую-то краткую информацию. И смотрите, несколько моментов. Первый. Если спикеров много, делаем это отдельной страницей. Если информации о самих спикеров много, то прячьте ее в поп-апы. Допустим, будет карточка, кликнули, появилась более подробная информация. Хорошие примеры карточек. Справа у нас есть возможность нажать на ссылку, и появится более подробная информация. Слева выставка. Смотрите, проблема работы с логотипами в том, что они все разные. Они разных размеров, они разных цветов. А наша стилистика сайта может совсем не совпадать с тем, как выглядят эти логотипы. Поэтому задача дизайнера здесь сверстать их так, чтобы они все выглядели единообразно. Вот. И пример того, как это можно сделать слева данной карточки. Плюс у них есть название компании, потому что не всегда по логотипу понятно, что это за компания. И кнопка. Ну и справа опять экспо. Сложная такая табличка с внутренней навигацией, с возможностью сортировки и скачивания. Примеры того, как не надо делать. Ну слева просто ничего не считывается. А справа даны карточки, но при клике на эту карточку я попадаю в такой поп-ап, где скрытая информация и по мели-скролу она не появляется. То есть просто вот такой вот обрезанный текст. Что слева, что справа, как я уже сказала. Если вы даете какую-то информацию о спикерах, лучше прятать ее в поп-апах. Потому что информация может быть разной по объему. Ну и чисто визуально это некрасиво. Следующий раздел. Это, естественно, типа стоимость билетов или регистрация. Это наше, так сказать, главное, к чему мы подводим наших пользователей. Что нам важно? Нам важно показать здесь тарифы. Обычно это делают либо в виде карточек, либо в виде таблички с описанием, различием, стоимостью. И наша задача сделать так, чтобы просто при взгляде на эти карточки пользователь понимал, что да, вот цена большая, но тем не менее по содержанию мы видим, что здесь как-то плюшечек больше. Но при этом помним, что если вы делаете какой-то акцент, как раньше, вы знаете, допустим, выделяли одну карточку, делали ее большим размером. Сейчас это могут принять за рекламу. Поэтому помним, да, о закон о маркировке. Если для регистрации нужно заполнить какую-то большую форму, пожалуйста, введите человека на отдельную страницу. Пусть он заполняет форму на отдельной странице. Почему? Если форма будет длинная, ну, визуально просто некрасиво и неудобно ее туда-сюда скроллить. Если форма будет открываться в поп-апе, есть вероятность того, что человек нечаянно кликнет куда-то вдруг в сторону, и все слетит. Поэтому и делаем удобно. Помним о том, что у нас несколько целевых аудиторий. Соответственно, регистрация должна быть разделена отдельно, да, дана для участников, отдельно для спикеров. Ну, и если вдруг ваш прогрев к мероприятию начинается прям сильно заранее, у вас пока не открыта регистрация или продажа билетов, то не забываем оставить форму. Кнопка вот эта вот зарегистрироваться должна повторяться в нашей структуре сайта несколько раз, в начале, в середине, ну и еще раз в конце. Хорошие примеры карточек. Даже не вчитываясь информацию, мы понимаем, что в самом большем тарифе у нас больше каких-то возможностей. Например, форма, когда человека ведут на отдельную страницу, вы видите, что она сверстана в двух столбцах. Это упрощает навигацию в самой форме, да, нам не нужно никуда ничего скроллить. Ну и разделение на две целевые аудитории, на экспонентов и на спикеров. Они очень хорошие примеры. Слева, опять же, мы ничего не видим, а справа карточки, ну, просто выглядят несолидно, да, все-таки это главное, к чему мы идем по нашему сайту, и лучше делать такие полноценные большие карточки со стоимостью. Здесь два примера неудачной реализации формы. Смотрите, опять вот этот вот человек, он отвлекает наше внимание, плюс форма очень длинная. Лучше было бы человеку убрать, а сделать эту форму как раз в два столбика. Ну и справа мы видим поп-ап, который узкий, во-первых, а во-вторых, он тоже в несколько экранов, ну и есть вероятность того, что просто кликнул, не туда, закрыл, психанул и ушел. Слева очень узкое поле для регистрации, можно было сделать его пошире, все равно сартверсайт, я не знаю, почему так сделали. И справа неправильно расставлены акценты. Акцент на заголовке, подзаголовке, а сама форма снизу, но мы даже визуально не понимаем, что это форма, кажется, как будто это какой-то список или вот как чек-листы делают. Следующий раздел – отзывы. Отзывы мы можем собирать как от спикеров, так и участников. Сейчас стал популярен формат видеоотзывов, но нужно понимать, что он подходит не всем, потому что на обработку этих видео требуется дополнительная сила, средства, нам нужно модерировать эти видеоотзывы, плюс необходимо иметь в виду такие моменты, как скорость загрузки вашего сайта от размещения видео на платформе. Ну и если вы все-таки решились, то нанимайте команду и давайте четкое ТЗ, как собирать эти отзывы, допустим, по ходу мероприятия. Также интересен формат интервью, когда во время самого мероприятия команда ходит, задает нам буквально пару вопросов и потом публикует это на сайте. С отзывами тоже история стала не очень легкой. Раньше мы все могли писать, публиковать, вернее, отзывы, полученные от посещения, теперь же мы должны помнить о том, что на размещение отзывов нам нужно согласие. Дальше я расскажу это, когда будем говорить о юридической стороне. Примеры карточек с отзывами, да, они большие, тем не менее они все унифицированы в едином стиле. Слева как раз пример. Здесь брали интервью и дают текстовую расшифровку для тех, кто не любит видео. Справа стилизация хорошая, видеоформата. Мы кликаем, открывается поп-ап самим видео. Как делать? Не надо, здесь мы просто ничего не можем сочетать. Это неудобно, вмешают изображения, плюс текстовый формат очень длинный. Следующий раздел — это партнеры, спонсоры, клиенты. То есть это те блоки сайта, где идет работа с логотипами. Я повторюсь, логотипы все разные. Наша задача — их сверстать аккуратно, унифицировать, и чтобы наш сайт выглядел красиво. Лично, когда с партнерами проводятся какие-то мероприятия, мы можем дать дополнительную текстовую информацию, аннотировать это на сайте. Ну и также практикой являются публикации в СМИ. Это мы можем тоже сделать отдельным разделом и анонсировать все на сайте. Хороший пример — работать с логотипами слева. Их все подвели к определенному размеру и разделили визуально блеклыми палочками. Тем не менее, уже это разделение даже чисто так на психологическом каком-то восприятии дает нам аккуратность. Справа все логотипы серенькие. Когда мы наводим, появляется оригинальный цвет логотипа. Иногда это важно, потому что партнеры настаивают на том, чтобы их логотип был в том виде, какой они вам предоставили. Слева тоже красиво сделали логотипы, привели их к еде. И за счет карточек они выглядят аккуратно. Справа вот как раз пример того, что есть там один какой-то партнер. И чтобы не делать один логотип, мы поддерживаем это все текстовой информацией. Ну вот и здесь прям видно. Один логотип на весь блок. Это, естественно, выглядит не очень хорошо, не очень красиво. И слева даны расшифровки этих логотипов. Тоже как-то их нужно делать все-таки поменьше, чтобы объем текста был одинаковым. Ну еще два примера тоже. Получается здесь по одному, здесь по одному. Дайте какую-то текстовую информацию, будет уже более полноценный блок. Контактная информация, место проведения. Значит, опять же, да, мы помним, сайт нацелен на несколько целевых аудиторий. Для каждой целевой аудитории должен быть свой канал связи. Мы должны предоставить возможность связаться с нами любыми способами. Будь это телефон, будь это имейл, социальные сети. Не забываем оставлять форму, кто-то все-таки ее пользуется. И даем мессенджеры. Нам важно убедиться в том, что по всем этим каналам связи есть быстрая обратка. То есть не так, что если вы, допустим, разместили онлайн чайт на сайте, а потом в течение часа молчание. Нет, все-таки давайте те контакты, в котором действительно есть быстрая обратная связь. Ну и интерактивные, думаю, сейчас размещают все. А вот если вы выставите заранее план выставки вашего мероприятия, вы очень сильно облегчите жизнь вашим посетителям. Ну, несколько хороших примеров. Справа есть все. И соцсети, и дублирование информации на самой карте. Слева несколько каналов связи для разных целевых аудиторий. Хорошим тоном будет то, что вы напишите, как до вашего мероприятия добраться и общественным транспортом, и на автомобиле. Слева пример того, что можно заранее сделать план выставки. Ну и справа тоже хороший пример со всеми элементами, о которых я говорила. Плюс там есть кнопочки еще. Ну и здесь, если не вчитываться, мы даже визуально не понимаем, что это контакты, что это блок с контактами. А справа я бы, конечно, еще дополнила текстом. Потому что как-то это выглядит тоже скудно, когда вся информация просто у нас на карте. И спрашивайте блоки в зависимости от вашей тематики. Как мы можем еще дополнить сайт? Мы можем делать отдельные страницы с информацией для спикеров, для волонтеров, для участников, давать какие-то документы для скачивания, публиковать фото, видео, материалы. У нас может быть пресс-центр с публикациями и нашими новостями. Мы можем дать ответы на частые вопросы, потому что все равно они достаточно часто всплывают. Если у вас есть какие-то особые условия, допустим, я вот здесь написала зону разгрузки, пожалуйста, тоже делайте, это отдельные страницы. Иногда бывают какие-то правила посещения, и даже иногда бывает личный кабинет, но это прям такая сложная история, поэтому подходит далеко не всем. Теперь перейдем к юридической стороне. Вообще Роспотреб все жестче и жестче следит за сайтами, и в последнее время очень много предупреждений, много штрафов, а штрафы у них большие, поэтому лучше об этом всем позаботиться заранее, соответственно, во время проектирования сайта. Обязательно у вас должна быть политика конфиденциальности и публичная оферта, потому что вы продаете товары, а политика, потому что вы собираете информацию. Теперь такие данные, как статистика для Яндекс.Метрики, тоже относятся к персональным данным, поэтому на это мы должны получать согласие на обработку. Мы должны размещать согласие на публикацию отзывов, сведения спикеров, по-хорошему согласие вам должны давать в письменном виде, а на сайте у вас будет, да, на сайте у вас будет по памяти, вы там напишите такую юридическую фразу о том, что все согласия получены и разрешены на пользование неопределенному кругу лиц. Ну, естественно, не забываем о маркировке каких-то рекламентов. Вот пример, это с моего сайта, значит, раньше согласие о cookies было, ну, мы собираем cookies, окей, а сейчас нет, сейчас текст будет большим, мы еще информируем о том, что собираем данные для Яндекс.Метрики, и кнопочка должна быть именно да, я согласен, то есть вы как бы получаете согласие пользователя. Ну, и справа в футере я разместила ссылку, по ней кликают и вот этот вот юридический текст на размещение отзывов. Мы поняли, что структура сайтов примерно у всех одинаковая. Как же нам выделиться? Ну, в первую очередь, за счет дизайна. Дизайн должен отражать мероприятие, он должен быть разработан с учетом брендинга вашего мероприятия. Если вы проводите какие-то совместные мероприятия с, скажем, партнерами, какие-то активности, пожалуйста, за счет этого тоже можно выделиться. Если вам позволяет бюджет, можно внедрять на сайт какие-то, скажем, современные интерактивные сервисы. Например, работать с ИИ. Я видела, где-то и аватарки делали. При регистрации или после посещения также можно дарить какой-то там подарок. Например, электронную книгу. Если вы собираете комьюнити, у вас комьюнити активное, вы с ним часто работаете, у вас есть какие-то чаты, каналы и так далее, пожалуйста, анонсируйте это все на сайте, давайте ссылку, люди, ну и хорошо в видео о том, как это все было. Люди захотят тоже стать частью вашего комьюнити. Работайте с эмоциями, введите посетителя по сайту, рассказывая действительно от души, простым языком о том, что человек может посетить, получить, вернее, извините, вот посещение вашего мероприятия. Ну и сразу после мероприятия, пожалуйста, не забрасывайте работу сайтом, обновляйте его, загрузите фото, напишите статью и начинайте публиковать отзывы. Теперь немножечко о дизайне. Значит, как я уже сказала, дизайн должен быть разработан в фирменном стиле мероприятия. По-хорошему, он должен быть разработан UX-специалистом, который обладает специфическими знаниями в пользовательском опыте. Он должен быть разработан на основе системы шрифтов, цветов, отступов, должна быть четкая работа с типографикой. Часто я вижу, что даже логотипы загружают в формате PNG. Ну, как бы они потом пикселят и теряют качество. Ну, вроде бы мелочь, но тем не менее, как бы тоже цепляет глаз. Естественно, все фотографии и видео должны быть обработаны, должны быть оптимизированы и хорошего качества. Тексты написаны простым языком. Тексты лучше структурировать. Полотны текстов читать сложно, об этом помним. И, естественно, сайт продает, поэтому наша задача размещать маркетинговые элементы так, чтобы они не мешали пользователю взаимодействовать с сайтом. Ну и сам дизайн, естественно, должен быть приятным, а не отталкивающим. Это пример. Для вас, как не специалистов, вполне вам достаточно вот этого, чтобы была какая-то система отступов между блоками, от заголовка до текста, между карточками, была структура цветов и система шрифтов. Немножко о технической стороне. Ну, смотрите, вот вам сделали сайт. Как его принять? Зайдите на сайт просто как простой пользователь. Посмотрите, насколько быстро он загружается, как с мобильных устройств, с планшетов, с компьютеров, ну, с любой техникой, которая у вас есть. Посмотрите, корректно ли сделаны адаптивы, все ли кнопочки видны на мобильных устройствах, все ли тексты видны, ничего не обрезается. Пройдитесь, потыкайте по кнопочкам, по иконкам, попробуйте связаться, скажем, в соцсети, по соцсетям или по мессенджеру. Убедитесь в том, что был проведен тестовый платеж, платежная система, система, билетная система, она все работает корректно и попадает туда, куда нужно. Если у вас подключена CRM-система, ну, или даже вы просто собираете там контакты, скажем, в бот, какой-то на почту, пожалуйста, проверяйте тоже, все ли попадает туда, куда надо. Опять же, убедитесь в том, что по всем контактам, которые вы даете на сайте, есть быстрая обратная связь, в том числе в онлайн-чате. Ну и в конце. Вы, ваш коллега, муж, супруга, кто угодно, пройдитесь по сайту просто как пользователь. Вы пройдитесь, допустим, как спикер, а супруг пусть пройдется как участник, да, и посмотрите, достаточно ли там информации, или, может быть, что-то там нужно добавить, или просто сайтом не очень удобно пользоваться. Всего вам большое спасибо. Справа. Спасибо. Справа чек-лист. Я надеюсь, что он поможет вам в дальнейшей работе. И ссылки на мой телеграм-канал из сайта. Спасибо. Так, у нас есть время еще, для того, чтобы, дополнительное при том время, чтобы задать вопросы. Все, кто нас смотрит в онлайне, пожалуйста, пишите вопросы спикеру, я сейчас буду смотреть, они будут автоматически появляться, могу зачитать. А пока вопросы из зала. Поднимайте, пожалуйста, руки, наши волонтеры подойдут с микрофоном. Можно назад. Чек-лист назад можно вернуть? Можно вернуть, все для вас. Есть ли вопросы? А я могу сказать, что за вопросы, за самые интересные, как минимум. У нас сегодня подарок. Все понятно? Вопросов нет? Вы думаете. Хорошо. Давайте думайте. Кто? Есть первый вопрос. Отлично. Представьтесь, пожалуйста, как зовут, с какого города? Алексей, Санкт-Петербург, фермерское хозяйство. Здравствуйте. Ну, такой вопрос. Какой бюджет должен, ну, за какой бюджет можно сделать хороший сайт? Вот так скажем, да? Да, спасибо большое за вопрос. Смотрите, бюджет, нет какого-то определенного бюджета. Сайт можно разработать, исходя из вашего бюджета, да? И дизайнеры бывают разные. То есть цены на работу дизайнеров, ну, совершенно разные. Единственное, мой совет, не работайте с дизайнерами, которые вам предлагают дизайн за 5 тысяч. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что уровень этого дизайна будет, ну, никакой. В среднем, смотрите, если, допустим, вы делаете лендинг, ну, исходите, скажем, из суммы 70 тысяч рублей, ну, такая средняя, да, по рынку цена. Опять же, если вы работаете с фрилансерами, у студии ценник, естественно, будет выше. Если это многостраничная история, скажем, на где-то, ну, 5-6 страниц, то оно примерно 150 тысяч рублей, опять же, при работе с фрилансерами. Я просто работаю на фрилансе, но я сотрудничаю и с студиями, и с маркетинговыми агентствами, чаще работаю в команде, вот, с непосредственно владельцем сайта, с SEO-шниками и маркетологами, поэтому там бюджет достаточно большой, да, часть уходит на дизайн, часть уходит на SEO, часть уходит на маркетинг. Ну, примерно вот в районе вот так вот, там, лендинг 70, 5 страниц где-то там 150, ну, и дальше уже до бесконечности, просто как ваш бюджет позволяет. Ну, мне очень нравится тоже сайт Сурового Питерского, я всегда, когда какое-то, ну, мы под мероприятие сайт делаем, я всегда дизайнерам скидываю это, да, они, ну, сделайте примерно так же, ну, ничего не получается у них, да, хотя ценник схожий с вами называют, 70, 100 тысяч, вот, ну, порядок цифр, да, то есть вот у Сурового Питерска тоже, там, сайт обошелся в 150 тысяч, я правильно понимаю? Так, можно еще раз, пожалуйста, повторить вопрос? Я просто плохо слышу, поэтому… Сайт, ну, такого же качества, да, как у Сурового Питерского конференции, он тоже обойдется в 150 тысяч рублей, только надо правильно выбрать подрядчика, получается, или он будет стоить? Нет, все-таки там до миллиона. Да, ну, значит, смотрите, опять же, здесь все зависит от того, какого вы подрядчика найдете, то есть я понимаю, что, да, самое главное опасение, что вы за те деньги, которые отдадите, да, это, как правило, немалые деньги, не получите того результата, поэтому я советую, во-первых, проводить интервью, когда вы выбираете подрядчика, говорите с дизайнером, слушайте, что он, да, если он сам вдруг что-то не предлагает, задавайте ему вопросы, что вы можете предложить, какие решения вы можете предложить, хороший дизайнер вам сразу даст какие-то наработки, то есть, допустим, он скажет, ага, у вас там, я не знаю, три тарифа, давайте мы их покажем карточками, да, и чтобы подвести тарифы, мы должны там показать преимущество, рассказать, а у вас было мероприятие, а у вас есть фотографии, да, ну, то есть вот хороший дизайнер, он вас закидает вопросами, и да, это действительно не то, что рулетка, но это достаточно сложная работа, поэтому смотрите на портфолио, не ленитесь, если вы видите, допустим, у дизайнера сайт, как правило, в футере есть там контактная информация, да, позвоните владельцу сайта, скажите, вот я увидел, что вам делал такой-то человек сайт, как вам вообще работалось, то есть действительно уделите какое-то время подбору дизайнера, ну, чтобы вот не было вот этого, вот то, что там хотел одного уровня, получилось совсем другое. Спасибо. Вопросы есть у нас, прошу. Здравствуйте, Тюмень, беспокоит вас с вопросом. А можно вас увидеть? Так хочется, поднимитесь, пожалуйста, здесь несложно. Вот, вот, отлично. Спасибо. Слушаем. Здравствуйте, Тюмень. Мы как раз сейчас находимся на стадии разработки сайта музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», на который мы вас всех приглашаем в июле месяце. У меня такой вопрос, как правильно выбрать хостинг, вообще, ну, чтобы у нас хранение данных никуда не пропало, и вообще, чтобы нам хватало места для хранения большого объема. У нас планируется многостраничный сайт. Спасибо. Значит, смотрите, площадку, да, или сервис, где будет верстаться сайт, вам по-хорошему должен подсказать дизайнер, потому что все зависит именно от типа сайта. Даже та же самая тильда вполне себе тянет многостраничные сайты. Я, например, делала там большой-большой интернет-магазин, я даже не помню, сколько там тысяч позиций было. То есть, ну, не сбрасывайте счетов в ту же самую тильду. Если вы верстаете сайт, скажем, в AppFlow, вполне себе четко, да, вполне себе хорошая площадка, либо это будет тот же самый Bittrex. То есть, здесь нужно исходить именно от специфики вашего сайта. По идее, вам должен был веб-дизайнер или там студия, с которой вы работаете, подсказать. Имейте в виду, что, допустим, сейчас санкции могут бахнуть в любой момент, и те же самые там в AppFlow, раз и закрыли, и все, и сайта у вас нет. Вот. Я бы, конечно, ориентировалась все-таки на какие-то, скажем, либо российские, да, либо вот те площадки, с которыми больше уверенности, скажем, в завтрашнем дне. Поэтому вот что-то конкретное не могу сказать, все, конечно, зависит именно от специфики. Если что, я могу вам подсказать, там, но потом за дверью. А у нас рука была вот, да, там. Мы успеваем, все в порядке, у нас еще 15 минут. Здравствуйте, меня зовут Зоя, я интернет-маркетолог из Москвы, работаю с разными компаниями, и тоже часто заказываю сайты. Скажите вопрос номер один. Обращают ли люди внимание и вообще влияет ли сайт на нормальном доме, либо под домен? Нет, честно скажу, нет. Если, допустим, там у вас мероприятие.ру, да, пожалуйста, окей, если у вас будет там, не знаю, что-то там, онлайн.мероприятие.ру, да, ничего страшного в этом нет, пользователь, он не увидит, но если у вас будет какая-то там длинная какая-то абракадабра, естественно, это не пойдет. Ну, как служатные адресы. Да, ну, то есть, просто чтобы это было понятно, куда попали. Еще второй вопрос. Я столкнулась с тем, что очень часто в студиях делят стоимость. То есть, например, на ПК-версию сайта, там, одна стоимость, если вы хотите, как будто это не входит по умолчанию, да, если вы хотите адаптив и мобильную, планшет, то это другая стоимость. Как вообще правильно? Это правильно, сразу говорю. Вообще, веб-дизайнер, по идее, будь он на фрилансе, либо же в студии обязательно, они вам должны давать смету. В смете расписаны все этапы. Зачем это делается? И, допустим, я работаю на фрилансе. Я с заказчиками, как правило, делаю стоимость на три части. Первая часть на старте, вторая часть после верстки десктопа и третья часть после верстки как раз адаптивов. Почему? Потому что бывает так, что либо со стороны заказчика, либо со стороны дизайнера есть какие-то моменты, которые прекращают, скажем, наше сотрудничество. Вдруг вам, как заказчику, не понравилось, как работает студия. И, соответственно, десктоп вам сделали. Вы можете обратиться к какому-то другому специалисту либо студии за тем, чтобы вам сделали адаптивы. Ну и, да, действительно, у студии каждая услуга рассчитывается отдельно. Кто-то даже работает по спринтам. Я понимаю, что вам это немножко непонятно. Ну, допустим, условно, спринт идет в течение целой недели. Вот все, что они сделали за целую неделю, будет у них стоить 100 тысяч. А в следующей неделе еще 100 тысяч. Вот. Ну, это такая практика, да. Потому что в студиях много людей. У них несколько дизайнеров. Над вашим проектом работает несколько дизайнеров. Графт-дизайнеров. У них работают, как правило, маркетологи и копирайтеры. Ну, и им проще просто так считать и взаимодействовать с заказчиками. Так что это нормальная практика, да. Спасибо большое. Спасибо. Прошу. Добрый день, Анастасия. Тверь холдинга Фанаси, руководитель маркетинга Игорь. Смотрите, у меня такой достаточно специфический вопрос. Наверное, даже к вам, как к человеку, активно работающему на рынке фриланса, как подобрать технического дизайнера, который сможет провести аудит будущего проекта. Подробнее у нас холдинг Фанаси занимается разработкой глобальной экосистемы. У нас есть такой проект Фанаси Ваяш, может быть, уже где-то слышали, мы активно его рекламируем. У нас большое количество крупных подрядчиков, начиная от студии Лебедева, который вот сейчас выходит на мейн тендер. Но нам хотелось найти сторонних специалистов, которые сможет со стороны UX и, конечно же, и вообще с дизайна дать оценку тому, что предлагает нам выбранный подрядчик. Не попытаются ли нам за огромные деньги втюхать нерабочий продукт? Да, спасибо за вопрос. Он очень актуальный, потому что очень часто маркетологи работают в команде, в больших командах, в том числе и с дизайнерами. Значит, смотрите, все зависит от вашего бюджета. Первое, вы можете пойти к агентству. Все-таки агентство – это проверенные товарищи, особенно крупное агентство, и заказать аудит у них. Ну, стоимость будет соответствующая. Второе, вы можете обратиться к фрилансеру, который заявляет себя как UX-специалиста. Но смотрите на его кейсы. А если вы в кейсах нашли, там, допустим, компанию, вот вы увидели, человек работал там с ООО, там «Мы лучшие», позвоните в эти «Мы лучшие», да, спросите, понравился ли вам аудит. То есть вы не бойтесь, вы запрашиваете обратную связь у тех, собственно, чей кейс демонстрирует вам специалист. Вот. Если же вы хотите кого-то привезти в команду, опять же, ну, ищите вот среди фрилансеров, потому что студию будет сложно. Не то, что сложно, очень сильно дорого привлекать на постоянный подряд. Ну, опять же, исходите от вашего бюджета и проводите интервью, спрашивайте, да, вот возьмите кейс, спрашивайте, а как вы вот поняли, что вот здесь вот так, вот так. Ну, то есть вот уделите действительно достаточно многого времени коммуникации с собеседником. В чате ничего не понятно, да, там, в переписке. Лучше поговорить, пригласить к себе в офис, если есть возможность, если это человек откуда-то из другого города, но хотя бы проведите созвон на несколько часов, там, пусть это будет два созвона. Адекватные специалисты, они понимают, что вы заинтересованы, да, в том, чтобы найти именно хорошего человека, знающего свое дело, поэтому они будут спокойно реагировать на ваши вот эти вот длительные созвоны. Вопрос из онлайна. Все, еще? Секунду, микрофон возьмите, пожалуйста. Ответ услышал. То есть мы спокойно ищем через площадки типа Behance просто понравившихся нам дизайнеров, потому что мы уже сталкивались с такой ситуацией, что на крупных проектах, где стоимость проектов больше там 10 миллионов до 100 миллионов, многие студии между собой, особенно крупные взаимодействуют и пытаются друг друга перенанять. И можно столкнуться так, что заключившись с одной студией, потом у них в подрядчике окажется студия, которую мы на аудит будем нанимать. Поэтому, конечно, было интересно найти просто специалистов. То есть просто ищем, как чувствуем, как нравится. Смотрите, на Behance есть проблема в том, что Behance рассчитан на визуал. То есть я бы там не советовала искать именно UX специалистов, потому что сложно действительно по визуалу отобрать. Туда могут очень много кейсов, которые, скажем, были сверстаны во время учебы в школе. Они хорошо упакованы, вам кажется, все классно, но когда человек приходит к вам в компанию, по факту он не знает, как работать. Есть такое. Сейчас есть российская площадка, Deep Profile называется. Там есть раздел образования, есть раздел, по-моему, менторов. Можете поискать там. Там люди проверены. Плюс, ну я как бы лично знаю людей, которые развивают эту площадку. Я там выступаю. Кстати, буду 24 числа выступать. Вот там действительно можно поискать. Имеет смысл поискать там. С Behance все-таки не советую. Но я не советую ходить на биржи. Биржи – это такая история не очень. Мне кажется, есть смысл поискать сегодня здесь. Мы же не просто так все приехали, правда? Потому что я тоже находила своего подрядчика по рекомендации. Мне сделали сейчас для международного проекта, для премии, вообще свежая премия, за 400 тысяч сайт. Техническое сопровождение мне обходится в 40-50 тысяч под мои сейчас задачи. Я довольна. Я довольна. Но опять-таки, да, сегодня есть возможность подойти в перерыве к Анастасии, к нашим участникам и обменяться контактами. Главное, чтобы был у нас результат. Вопрос онлайн один. Возвольте, задам. Если мероприятие… Здравствуйте, Анастасия. Если мероприятие планируется бесплатно, насколько пользователи хорошо отреагируют на простую-таки форму регистрации, чтобы этих пользователей потом не потерять, как-то их посчитать? А если бесплатный, да, вариант? Да, да, бесплатный. Ну а почему нет? Вполне себе, да. Даже своими силами компании могут свершать сайт на той же самой тильде. Просто имейте в виду, что если вы делаете это сами, у вас сайт не будет выглядеть просто профессионально, либо же использовать какие-то готовые решения, шаблоны и так далее. Там они все уже адаптированы, да, все сделано аккуратно. Если ваш бюджет не позволяет, ну почему нет? Это, естественно, какое бы ни было решение, оно будет. Вам нужна площадка для сбора контактов, пожалуйста, используйте. А есть фрилансеры, которые готовы бесплатно, если у вас какой-то интересный проект, поработать над этим проектом. Допустим, там, да, как, ну, условно по мартеру, да, за то, что вы там его пропираете. Просто ради интереса есть такие люди. Ради кейса даже, чтобы кейс получить для себя от компании. Ради кейса. То есть очень многие флорайки... Да, это будет кейс, особенно это касается каких-то социальных проектов. Очень много берут за бесплатно, пожалуйста. И причем дизайнеры с хорошим, большим опытом это делают. Еще успеем пару вопросов и вручить подарки. Пожалуйста, да, вот вашу руку, я видела. Вот один вопрос и второй. У меня вроде громкий голос. Я из Минска, у меня такой вопрос. Подскажите, сколько вариантов именно дизайна лендинга должен предложить дизайнер? Потому что мы сейчас, например, делали лендинг и столкнулись там две стороны медали. Первый, это когда нам предложили один вариант. И это было, ой, ну что-то не то. А что не то, как бы непонятно. Второй, когда там предложили три, там, четыре варианта, начинается вот эта вкусовщина, перетягивание одеяла. Мне нравится это, мне нравится это. И что тогда выбрать? То есть есть ли какие-то критерии? Да, спасибо большое. Значит, смотрите, вообще дизайнер предлагает два-три варианта. То есть больше это дополнительная работа. Если вам нужно больше, готовьтесь к тому, что вас могут потребовать за это оплату услуг. Это нормально, никто бесплатно работать, естественно, не хочет. Но чтобы не было вот ситуации, как у вас, да, сделали одно, что-то не то, а что непонятно, потом сделали еще четыре, тоже что-то не то, но уделяйте очень много времени предподготовке. То есть по-хорошему дизайнер должен провести с вами интервью, он должен пройтись по ТЗ. Для чем это надо? Потому что именно там мы фиксируем все ваши пожелания, всю техническую часть, чтобы не было вот этого «я хочу то, не знаю чего». Плюс дизайнер по-хорошему должен сделать, ну, мудборд, отобрать какие-то сайты, чтобы визуально вы поняли, вам близок этот дизайн или нет. Вам близка эта цветовая гамма или нет. Вот, так что, ну, опять же, два-три варианта вам, по идее, должны дать и дальше уже за свою сумму. Но если что-то не то, проведитесь с дизайнером еще одно интервью. Пройдитесь по ТЗ, ну, если у вас есть ТЗ, либо же я вам могу скинуть свое ТЗ, просто там попозже, вот, и пройдитесь по нему, возможно, оно вам больше поможет. Спасибо. Финальный вопрос. Здравствуйте, София Чумень. Такой вопрос, он больше, наверное, технический, юридический. Собирается с регистрацией на мероприятие, собственно. И вот сплашка, которая выскакивает с куки, и вот эта кнопка, да, я согласен. Должны ли данные, что нажали эту кнопку, уходить куда-то в аналитику, или это просто, ну, как нажали, оно исчезло? Смотрите, вот это вот согласие на обработку персональных данных, оно юридически обязательно. Сейчас за это идут штрафы. Когда его верстает, да, оно обычно находится под формой, там есть поле для галочки. Галочка не должна быть заполнена заранее. Имейте это в виду. То есть пользователь должен сам на эту галочку тыкнуть. Вот технически должно быть реализовано это так. Плюс, естественно, самополитика конфиденциальности должна быть кликабельной, ввести на отдельную страницу. Ну, вот такие вот требования, поэтому. Да, я немножко про другое. Вот то, что плашка с куки выскакивает. У нас юристы там прописали фразу о том, что вот там собираем файлы куки и соглашаетесь с правилами, с персональными данными, в общем, с сбором. Да, все, вот. И там вот эта кнопочка, да. Это должно уходить в администратор сайта, чтобы администратор сайта это видел или нет. Вот я про это. Ну, смотрите. Давайте так исходить. Роспотреб не будет к вам придираться по таким мелочам. Да, если мы именно рассматриваем сайт с точки зрения того, будет нам штраф, не будет. То есть вот к этому не будет. Ну, собирайте вы, не собирайте данные, к этому он не будет. Он будет смотреть, как это все оформлено, есть ли у вас реальная политика, есть ли на нее ссылка, да, не спрятана ли она, потому что такое бывает. Вот это вот будет смотреть. Чисто технически, ну, для Яндекс.Метрики, допустим, для чего мы собираем? Для маркетологов. Она нам не нужна. Вот, поэтому, как бы, ну, хотите, собирайте, хотите, не собирайте. Да, от каких-то жестких требований к тому, чтобы собирались эти клики, нету. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ